Семь юных талантов Республики Дагестан приняли участие в первом международном детском культурном форуме, который проводился в Москве с 24 по 28 августа. На форум прибыло более полутора тысяч ребят из всех регионов страны, а также из стран ближнего зарубежья. Среди них музыканты из Каспийска, воспитанницы детской школы искусств, написат Магомедова и Роза Кушиева. С ними мы и встретились сегодня. Нас отправили от региона, получается, от Республики Дагестан. Она уже связывалась со школами искусств, с музыкальными школами, чтобы директора и завучи могли представить от своей школы каких-то учеников. И из самых таких выдающихся уже отправили на тот форум. С Дагестана было около семи детей, в том числе и Ясный Писат. Ну, мне, конечно, очень приятно, потому что со всего Дагестана вот именно нас выбрали. Выбор участников был не случайным. Ими стали только самые выдающиеся деятели искусства Республики. Со спиной у девочек множество конкурсов, в том числе республиканских и международных. Роза играет на флейте, а инструментом на писат является фортепиано. Девочки свои 15 уже 8 лет занимаются музыкой, которая неразрывно связана с ними. Мы уже закончили музыкальную школу. Однако, так как у нас еще в нашей обычной школе есть 9 класс, а только после 9 класса можно поступить в музыкальное училище, мы решили продлить наше обучение только по специальности, по нашим инструментам. А остальные уроки, как сольфеджио, музыкальная литература, мы уже сдали в прошлом году. От международного форума девочки получили не только позитивные эмоции, но узнали массу новой и полезной информации. Смогли обменяться опытом с другими участниками, а также попробовали себя в мастер-классах. Для ребят была подготовлена насыщенная программа, состоящая более чем из 60 мероприятий просветительского и фестивального формата. Это мотивационные встречи с ведущими деятелями культуры, мастер-классы, экскурсии, арт-школы и лекции. Успеть на все мероприятия, признаются девочки, к сожалению, не получалось. Выбирали только самые нужные. Например, в первый день форума была важна эта открывающая сессия «Ребенок и культура. Диалог поколений», где присутствовали пять знаковых деятелей искусств. Это Игорь Бутман, Николай Сискоридзе, Сергей Безруков, Елена Гагарина и Юлиана Слащева. Они нам рассказывали про свой творческий опыт, давали наставления. Например, я еще участвовала в форсайт-сессии, где мы вместе с министром культуры Российской Федерации Ольгой Борисовной разрабатывали культурный манифест нового поколения. Работа проходила в два этапа с делением на команды и направления. Роза попала в школу креативных индустрий. Мы смогли анализировать сегодняшние тренды, выявлять проблемы этих направлений, идеи, возможности, угрозы. Тем самым создавали проект, как мы видим будущее культуры в разных направлениях. А в конечном итоге представляли их перед министром культуры. Написат Магомедова выбрала другое направление, связанное в первую очередь с искусством, а именно диалог с российской пианисткой и педагогом Екатериной Мечетиной. Ведущие задавали много различных вопросов, на которые она отвечала. В том числе и дети могли задавать вопросы, и Екатерина отвечала им взаимностью. А после этого диалога проходил сам мастер-класс, где дети выступали, и она давала им какие-то рекомендации. Одним из главных преимуществ данной площадки является постоянная коммуникация между детьми. Участники имели возможность общаться, дружить, обмениваться номерами и в дальнейшем поддерживать связь друг с другом. Помимо этого девочки восторженно рассказывали про экскурсионную часть программы. У нас вообще до самого форума была трехдневная экскурсия по Москве, по программе «Моя Россия». И нас разделили на автобусы всех тех, кто приехал в Москву на форум. Мы, например, были в одном автобусе с Тюменью, Иркутском, Волгоградом и Свердловском. И тем самым мы с ними контактировали, даже в автобусе часто общались и даже показывали свои таланты. Например, некоторые бели в автобусе во время того, как нас возили. Я сыграла на флейте, потому что она была со мной. Знаете, когда я уже поехала с этим форумом, я как будто поехала заново. То есть там столько достопримечательностей, столько мест. Вот даже в ДНХ столько павильонов и различных музеев, что ты, наверное, и за месяц не пройдешь их всех сразу. То есть каждый раз что-то новое. Вернувшись в Каспийск, в День знаний участницы поспешили делиться своими впечатлениями со школьными друзьями и товарищами. Пришли на 1 сентября, тоже заряжены полной энергией, веселые. Не как обычно бывает, ой, школа, не хочу. А у нас как-то все эти впечатления остались, и я делилась почти со всеми ими, потому что меня уже разрывало от всех этих впечатлений. Меня, знаете, даже учительница настолько заинтересовалась, что она попросила сделать презентацию и представить ее классу. И одноклассники тоже, конечно, так радовались, что я так насыщенно провела август. И, конечно, завидовали. В завершении встречи юные музыканты сыграли дуэтом, вспоминая один из своих совместных выступлений на конкурсе.